Музыка Совместно с сотрудниками Краевой прокуратуры выявлена группа лиц, которые занималась хищением земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Краевой столицы. Как сообщили Реа Восток Медиа в пресс-службе Краевого УМВД, группа мошенников предлагала инвалидам и гражданам престарелого возраста, находящимся в тяжелой жизненной ситуации в связи с заболеванием и отсутствием финансовых средств, оформить за денежное вознаграждение право на земельный участок в Хабаровске с последующим предоставлением прав третьим лицам. Рыночная стоимость участков начиналась от 700 тысяч рублей, в то время как инвалидам предлагали 5-15 тысяч за участок. По версии следствия, противоправные действия совершались с участием чиновников городской администрации и правительства Края. В настоящее время в отношении одной из участниц преступной схемы избрана мера пресечения заключения под стражу. Проводятся мероприятия, направленные на установление местонахождения и задержание остальных лиц, причастных к совершению данного преступления. Итоги деятельности ОАО «Дальневосточная генерирующая компания по реализации тепловой энергии» за 9 месяцев 2012 года подведены на заседании специальной комиссии. Ежеквартальное мероприятие впервые прошло в режиме видеоконференц-связи. Это позволило привлечь к обсуждению результатов деятельности в указанной сфере больше специалистов из филиалов энергокомпании. Участники комиссии с удовлетворением констатировали, что программы мероприятий по стимулированию платежной дисциплины потребителей, в том числе досудебного характера, акции по списанию ПЕНИ, сигнальные квитанции о наличии долгов, предоставление возможности рассчитаться по долгам в рассрочку приносят эффект. За истекший период года уровень оплат за тепловую энергию на юге Дальнего Востока вырос. В том числе увеличились платежи населения во всех крупных городах региона в среднем на 2,3%. Между тем, долг физических лиц на 1 октября все еще превышает 3 миллиарда рублей. Это 80% в структуре дебиторской задолженности всех групп потребления ООО ДГК. С долгами юридических и физических лиц мы боремся, но они таковы, что, видимо, придется прибегать к кардинальным мерам, которые не запрещены действующим законодательством, чтобы не поставить под угрозу операционную деятельность энергокомпании. Прокомментировал непростую ситуацию заместитель генерального директора ООО ДГК Дмитрий Богдановский. В частности, дальневосточной генерирующей компанией рассматривается возможность прибегнуть к помощи коллекторских агентств. Как вариант, принят во внимание существующий в стране опыт переселения злостных должников в квартиры меньшей площади с целью реализации их жилья в счет погашения долгов за коммунальные услуги. Совещание по вопросам исполнения на Дальнем Востоке указов президента России от 7 мая 2012 года пройдет в Хабаровске 9 ноября. Его проведет заместитель полномоченного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Александр Левенталь. Совещание пройдет в режиме видеоконференции с заместителями руководителей высших органов исполнительной власти субъектов Федерации Дальнего Востока. В частности, планируется обсудить проблемы, возникшие при предоставлении семей с тремя и более детьми земельных участков на безвозмездной основе. Кроме того, участники совещания должат о ходе исполнения поручения главы государства о доведении в 2012 году средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования до средней заработной платы в соответствующем регионе. В Хабаровске при пожаре в здании Дальдизеля никто не пострадал. Накануне вечером загорелось одноэтажное отдельно стоящее кирпичное здание на территории завода «Дальдизель» на Тихоокеанской, 73. В ходе проведения разведки было установлено, что горела вентиляционная шахта в цехе по рубке металла на общей площади 20 квадратных метров. В момент загорания в помещении цеха людей не было. Ко времени прибытия первого пожарного подразделения видимых признаков загорания не обнаружено. Пожар локализован в 21.32, ликвидирован в 0 часов 5 минут. В результате загорания обгорела вентиляционная шахта. Пострадавших и погибших нет. На тушении пожара было задействовано 36 человек личного состава и 10 единиц техники. Причина загорания устанавливается, сообщили Реамурпресс, пресс-службе краевого ГОИ МЧС по Хабаровскому краю.